Добрый день, это программа «Наука и технологии» в студии по-прежнему Никита Некрасова и Лиза Калинина. И сегодня у нас в гостях вице-президент Международной ассоциации ТРИС по вопросам образования, основатель и директор проекта «Криотайм», автор книг, которые изданы в 13 странах, Анатолий Александрович Гинн. Здравствуйте. Добрый день, Анатолий Александрович. Мы безумно рады, что вы сегодня к нам приехали. Говорить сегодня будем о образовании, в первую очередь, о ТРИС-педагогике. Но мы, поскольку поговорили вне эфира, нужно людям дать расшифровку, понятие, что такое ТРИС. И в частности, что такое ТРИС-педагогика. Хорошо, с вашего позволения, в емких, четких формулировках. Это замечательно. Первое. После Второй мировой войны стало всем совершенно очевидно, что в современной войне побеждает вооружение, прежде всего. Кони против танков не играют. Началось бурное вооружение и вообще бурный технологический взрыв. И здесь понадобилось изобретать, скажем так, закономерно по цели. Не просто, когда идея какая-то возникла. Да, вот этого нужно, такого результата добиться, нужно изобретение. В Советском Союзе гениальный совершенно человек, у которого уже школьником были патенты, изобретения. Который совершенно молодым человеком уже победил на всесоюзном конкурсе изобретателей. Горно-спасательных, значит, одежды специальных горно-спасательного оборудования. Генрих Саулович Альшуллер. Он, значит, волею судеб оказался в такой ситуации, когда его поставили главным по изобретательству в военном округе. И он обнаружил, что нет ни литературы, но стал изучать, что будешь очень молодым лейтенантом, ничего нет. Итак, я говорю это очень коротко, как в той сказке, долго... Да, дело делается. Да, долго дело делается, быстро говорится, да, но делается это долго. Вызрела такая цель, как сделать методику изобретательства. Так родилась ТРИС, теория решения изобретательских задач. Иногда в литературе приводят как технология решения изобретательских задач. Это совокупность инструментов, помогающие изобретателю сделать изобретение, решить какую-то задачу, разрешить противоречия, которые, на первый взгляд, кажутся неразрешаемыми. Если коротко, получается, методика изобретений. Совершенно верно. Методика изобретательства. Изобретательства. Прошу прощения. Да, Никита. Так, согласен. Хорошо. Получается, ТРИС-педагогика – это такая методика, которая помогает уже в юном возрасте, совсем маленьком, вот этот навык в себя встроить, так сказать, научиться этому. Да, да, да. Есть такое научное слово «интериоризовать» или «интериоризовать», да. Так вот, значит, присвоить себе, сделать это своим, как бы, да. То есть в данном случае мы в ТРИС-педагогике через ДЕФИС, да, не преследуем цель изучения инженерных методик. Мы преследуем цель развить мозги так, чтобы для ребенка задача, которая нестандартная для остальных и так далее, вызывала не испуг, а драйв и желание ее разрешить. То, что сейчас есть в наших школах, формат, факультативах, олимпиад, это тоже примерно об этом? Потому что, допустим, те дети, которые участвуют в олимпиадах, насколько мне известно, у них тоже немного другое мышление, они совсем другие алгоритмы прикладывают к решению задачи, причем в любом предмете. Да, ну если сравнивать, скажем, олимпиадное движение с традиционной школой, то олимпиадное движение, конечно же, ближе к тому, что мы делаем, но все равно далеко, на самом деле, да. То есть потому что там, как правило, значит, задачи, требующие, ну, в лучшем случае, классной такой догадки, например, да. А у нас это тренинг ума применения определенных инструментов для того, чтобы любая задача, ну, раскололась, конечно, да. То есть это причинно-следственный анализ, это системно-генетический анализ, когда мы смотрим, что в прошлом, что в будущем, как это раскладывается, и так далее. Самые разные такие инструменты. И они применимы не к олимпиадному жизни, а к жизни вообще. К семейной, к производственной, к выстроению своей карьеры, к чему угодно. Потому что у человека возникает постоянная задача, он их решает или не решает. Большинство не решают. Да, не решаем. Ничего себе такая. Зачем тогда такая методика существует, если даже при том, при всем, что ее изучил, в себя встроил, но задачи не решаются? Никита, как вы меня поняли, интересно. Я имел в виду, что на сегодняшний момент большинство людей не решает задачи, потому что они прошли традиционное обучение, которое рассматривает мир как поток каких-то ситуаций, повезло, не повезло, а не как поток задач, которые надо решать в своей жизни. Мы еще сможем за наш эфир привести пример какой-то, да? Какой хотите, какой спросите, такой я вам и отвечу. Ну просто, вот мне интересно, вот к нам приходят на занятия дети. Да. Вы им даете какие-то задания, какие-то задачи, или как это, как вот выстроили урок? Конечно, ну по-разному. Вот сейчас как раз мы сделали такой курс, но мы его обкатываем, модульный курс «Учись мысли смело» называется, да? И вот сейчас в этом году пошла первая обкатка наша на детях. Вот приходит, вот сейчас моя дочь, вот буквально вчера она провела второе занятие всего лишь. Вот она приходит, и первое, что она говорит, значит, ребята, например, сделайте характеристику каждую. Вот как тебя зовут, Саша, на букву «С» свою характеристику. У тебя зовут Катя, на букву «К» свою характеристику. То есть сразу такое необычное задание. То есть каждое слово в характеристике на букву «К». Например, да. Красивый, непонятно. Ну да, и то есть постоянно у нас создается развитие творческого образования, человек постоянно ставит какую-то необычную, и все время даже находить какой-то выход. Но это вот первые минуты занятия, а потом идут разные задачи. Ну, например, что очень для нас была встреча с чудом. Значит, Евгения поставила такую задачу. Вот есть такая проблема, особые чемоданы, да, чемодан касатора, чемодан для перевозки научных артефактов, чемодан для перевозки драгоценностей и так далее. Вот она перечислила четыре типа таких чемоданов и говорит, вот вам сейчас нужно будет разработать такой чемодан, который без рисков доставит из пункта А в пункт Б, минимизируя все риски и так далее. И ребята, кстати, из этих четырех, три группы из четырех учеников выбрали чемодан с научными артефактами. Не с деньгами, не с алмазами, понимаете, а с научными артефактами, что нас страшно обрадовало и было неудивительно. Ну да. Это замечательно. Мы совсем скоро вернемся. Давайте послушаем Валерия Меладзе, который тоже, кстати, решает, свобода или сладкий плен. Выбор у человека. Выбор у человека. Свобода, свобода. Третья год, какая сегодня наша тема. Мы продолжим. Оставайтесь с нами, будет интересно. Добрый день, дорогие друзья. Это рубрика «Наука и технологии». В студии по-прежнему Лиза Калинина, Никита Некрасов и наш замечательный гость Анатолий Александрович Гин, вице-президент Международной ассоциации ТРИС по вопросам образования, основатель и директор проекта «Криотайм». Мы разговариваем об образовании, о методиках образования, ну так обобщим, вот. И обмолвились мы, я уже даже перепутал, что мы за кадром говорили, что мы в кадре говорили. Поэтому давайте, скажем так, начнем из-за такта. Мы с Анатолием Александровичем говорили о том, что можно учить детей. Именно вот развивать мышление и так далее, и так далее. Но не только, интуицию. Интуицию, в общем, различные навыки, которые не дают в школе, в общеобразовательной. С какого возраста, мы задавали этот вопрос за кадром, сейчас нашим телеслушателям, радиозрителям расскажем. С какого возраста можно детей отдавать в ваши руки? Вот, ну не в мои личные руки, конечно, да, а в руки людей, которые работают по таким методикам. Я пример лучше приведу, лучше всего объяснять на примерах, да? Конечно. Вот шестилетний ребенок, это моя дочь, слушает сказку про трех поросят, все помнят. Первый поросят построил соломенный домик, волк его сдул, второй там деревянный, а третий самый умный поросенок построил кирпичный дом. И вот волк подбежал, дует, дует, сдуть не может, все поросята там. Подлый волк лезет, чтобы их съесть через трубу. Поросята решает изобретательскую задачу, подставляет туда чан с кипятком, обваренный волк выпрыгивает и грустно идет, значит, в лес. А поросята тацуют браурный марш, пластинка еще виниловая была. Значит, в этом месте дети должны страшно радоваться, волк посрамлен, добро победило и так далее. Моя шестилетняя дочь морщит лобик, сидит и говорит, говорит, ну это же не все хорошо, а волку же надо волчат кормить, он же умрет с голоду, а как делать? К чему я это рассказываю? Только к одному. Шестилетнего возраста этот ребенок приучен видеть противоположные стороны жизни. Это можно учить уже в этом возрасте, вот примерно шести лет. Видеть разные стороны противоречия, что, часто говорят, взрослые часто не видят. Ну, знаете, как дети, им говоришь, белое это белое, черное черное, побежали. То, что в каждом белом есть черное, то, что в каждом черном есть белое. Древнекитайская мудрость. Да, то есть многие люди об этом все знают, но внутри себя не имеют, не применяют это к жизни. Вот шесть лет уже можно этому, а что можно, если целенаправленно учить в течение лет, то это просто чудеса. Ну, вот шесть лет, это по нашим современным меркам, это, условно говоря, подготовительный класс школы. Да. Многие отдают своих детей в подготовительный класс школы, то есть теоретически можно в подготовительный класс школы вместо этого класса пойти к вам. Ну, к нам пойти особенно некуда, мы готовим педагогов, а они уже идут в какие-то школы, еще чего-то. Ну, понятно, но имеется в виду преподавателям приз. Тогда следующий вопрос, который наверняка заинтересует многих наших телеслушателей и радиозрителей. Что нужно сделать, чтобы такой педагог, как вы, или обученный по вашим методикам, пришел в школу и начал преподавать такие, несомненно, важные знания? Ну, значит, мы сейчас начали, вот в этом году мы начали систему сертификации триспедагогов, то есть люди проходят обучение, работают несколько месяцев, проводят занятия, присылают нам видео и потом сдают экзамен. И если они его сдали, пока мы сертифицировали только триспедагогов-дошкольников, начали триспедагог-практик, сертификацию, но пока никто экзамен не сдал. Все попытки, к сожалению, были провалены. То есть проваливают экзамен? Да, конечно, да. Пока никто не смог сдать этот экзамен, потому что мы готовим только спецназ педагогический. Это люди, которые, ну, должны быть образованными. Кстати, даже на дошкольников самое простое звено. У нас пришли обучаться к нам, вот первых мы сделали два выпуска, это примерно там 50 человек. Так вот, только треть из них педагоги по диплому. Банковские работники, инженеры, маркетологи, финансисты приходят к нам учиться на триспедагогов. Удивительно, но я на самом деле предсказал это три года назад, еще назад, что будет именно так. Вот смотрите, очень важный момент, который мы должны сказать, что это не логические задачи. Нет, это не логические задачи. То есть вы развиваете не логику, трис развивает не логику, а что? Когда-то Альберт Эйнштейн сказал очень хорошую вещь, что логика очень хороша, чтобы задним путем потом объяснить, как можно передать это, рассказать, к чему-то прийти. Но она не годится для того, чтобы открывать, изобретать новое, придумывать и так далее. Логика работает только в совокупности с развитой творческой интуицией. И люди, у которых переразвита логика, но не развита творческая интуиция, к сожалению, они бесплодны. Вот я сейчас кого-то обижаю, наверное, но тем не менее, это правда в продуктивном смысле. Поэтому мы, конечно, уравновешиваем эти вещи и логика тоже, но это не основное. Понимаете, это как вот представьте себе, что вы готовите человека к рукопашке, да? И вот вы ему сказали, что это очень классно бить вот так. И вот три года он у вас вот так вот бьет. Вот это логика. По прямой, кулаком, чтобы вы понимали, кто нас слушает. Да, вообще все равно как, да? Значит, ну что-то. А на самом деле любая борьба, это огромное количество сразу всего. Это и психика, да, и умение просчитывать то, что делает противник. И обучить борьбе можно только самой борьбой. Обучить решать задачи нестандартные, можно только решать нестандартные задачи. Ну вот как мы, можно решать задачи, мы поговорим немножечко позже. Я напомню, у нас в гостях Анатолий Александрович Гин. Если вы хотите задать какой-то вопрос, пишите. Группа Страна.ФМ ВКонтакте для ваших услуг, а также... Ватсап и Вайбер 909-928-189, если у вас возникли вопросы, мы с удовольствием самое интересное озвучим в прямом эфире. Оставайтесь с нами, пока у нас Аня Лорок. С первого взгляда послушаем, посмотрим. И вернемся обязательно. Пишите. Ждем. Первый и единственный в России, самый яркий, самый музыкальный. Телерадиоканал Страна.ФМ. Один. На всю страну. Мы продолжаем. Добрый день. Это на наука и технологии нашей программы. Никита Некрасов и Лиза Калинина. В гостях у нас сегодня вице-президент Международной ассоциации ТРИС по вопросам образования, основатель и директор проекта Криотайм, автор книг, которые изданы в 13 странах, Анатолий Александрович Гин. И мы хотим пример. Привет. Три задачи. Хорошо. Хотим засыпаться. Давайте детской задаче, чтобы всем было понятно. Хорошо. Гуманитариям, людям с образованием, без образований, всем было понятно, да? Тогда мы окунемся в Древнюю Грецию сейчас. Прекрасно. Да, вы помните, была такая медуза Гаргона. Да, конечно. Их было несколько сестер, самые страшные Гаргоны, их звали Медуза. Это была полуженщина-полуптица, да? У нее вместо волос были ядовитые змеи, укус, который был смертелен. Но самое страшное оружие было взгляд. Если бы вы, Никита, могучий, с мечом встретились с ней, что бы с вами случилось? Я бы окаменел и стал бы экспонатом в петербургском армитаже. Например, да, если бы вам повезло, а то бы просто бросили на дороге и все. Да, да, да. И столкли бы. Да, страшное существо. И вот боги поручили к древнегреческому герою Персею, так сказать, здесь сразиться. Ну как с такой сражаться, понимаете? Надо сражаться, и случайно в глаза взглянул, вот и уже камень. Ну, боги тогда всегда разбивались на партии, друг друга сражались. Те, которые были за него и которые против него. Вот, которые были за него, дали ему летающие сандалии, дали ему медный меч крутой, и крутой щит, как вы помните. Вы помните, чем закончился, как он победил. Щит был зеркальный, он ей показал собственный взгляд, и она окаменела. Да. И вот я детям даю задачу. А представьте себе, что не было щита, тогда как. Найдите способы сражения и победы. И причем нужно найти не один способ, а семь, восемь, двенадцать способов. Вот я тоже хочу три из него. Ну, давай решай, давай решай. Ну, смотрите, во-первых, может быть, какой-то ее подогнать водной поверхности, но чтобы она отразилась в воде. Супер. Можно? Вот смотрите, да. А первонаперво я подумал, меч. Ну, можно? Меч же он тоже как бы... Да, зеркает. Круто. Подходит? Да, секундочку. Мы эти варианты, как мы работаем с детьми, записываем на доске. Да. Вот окопилось восемь, десять, пять вариантов. Мы с вами хритиковать. Я говорю, меч, классно. Кто сказал? Никита, молодец, умница. Ну, знаешь, какой есть недостаток? Меч очень узкий. Он деревянный. Чуть-чуть. Нет, медный, медный. Я тоже сказал медный. Чуть-чуть его повернул на полградуса и потерялась она. Мы даже проведем эксперимент. Я принесу узкое такое зеркальце и попробую тебя буду перемещаться, меня ловить очень тяжело. Второй недостаток. Ее рубить надо, а вам сварить надо. Мне понятно, да? Да. Это очень... Да. Водная гладь. Классно. Классно. Молодец. Умница, Лиза. Но понимаешь, а если маленький ветерок, ряд пошла, уже не видно, например, да? Знаете ли? И знаете, да, знаете. Сколько у вас всяких но появляется в жизни. И здесь что очень важно, потому что одновременно с креативным нужно развивать критическое мышление. Потому что если человек, человек может быть очень в бытовом отношении креативным, в моем понимании нет. Он выдавать тысячи людей, но быть не критичным к себе, это будет пустоцвет. Поэтому мы одновременно развиваем две эти линии, но еще несколько, да? Это креативность и это критичность. Самая критичность, прежде всего. Вот вы дали два решения. Дети дают гораздо больше за урок, конечно, да? Я эту задачу уже лет 20 решаю. Она пошла в мою книгу «Сказки изобреталки от Кота Потряскина», которая в 8 странах издана. В Америке, в Китае, в Южной Корее и так далее. И, значит, у меня большой опыт решения этой задачи. В общем, от 8 до 12 решений дети дают таких, которых можно обсуждать. Ну скажите одну из правильных, которая удовлетворяет всем. Ну что, из правильных, понимаете, в жизни нет правильных решений. Ну нет, которая удовлетворяет всем вашим критериям. Вот что подходит. Нет единственного решения. То есть и вода моя подходит. Которое, да, да. Можно брать. Давайте протаскивать свои решения. Совокупность нескольких решений можно брать и так далее, да. Так, дорогие друзья, к сожалению, вынуждены прерваться на песне. Марина, девятого прямо сейчас. Ну а мы скоро к вам вернемся. Не переключайтесь, потому что впереди все самое интересное. Мы только начинаем разговор про ТРИС-педагогику. У нас в гостях Анатолий Александрович Гин. Вице-президент Международной Ассоциации ТРИС. Да, да. Мы продолжаем. Добрый день. Никита Некрасович Закалинина. В гостях сегодня у нас вице-президент Международной Ассоциации ТРИС по вопросам образования Анатолий Александрович Гин. Привели нам в пример задачу. Да. Мы поняли, что вы делаете с детьми. То есть, получается, результаты как такового правильного ответа и войн не существуют в этой программе. И война нет. Это так же многозначен, как и сама жизнь. Потому что бывает, когда есть четкий контрольный ответ. Бывает, когда нет. А бывает, когда ответ набирается из нескольких решений, каждый, который имеет недостаток. Но когда ты берешь их несколько, то ты уже готов. То есть это не аксиома. Это не аксиома. То есть цель какая? Чтобы дети умели делать разные выводы? Цель такая, чтобы дети умели решать жизненные задачи. А в жизненных задачах очень часто нет единственного ответа. Это же, как правило, единственное правильное. Если во вторник правильный такой ответ, а в среду уже такой. И нужно уметь их пересматривать. Это надо принять. Да, да. И люди традиционного образования с трудом это принимают. Дайте... Нет, вы скажите, как правильно. Ну да, дайте алгоритм. Конечно, естественно. Как родители говорят, вот как правильно. По заднице ему дать или похвалить, понимаете? Может, и то, и то неправильно. То есть не гибкие. Трис очень гибкая система, да? Конечно, да, да, да. Но прежде всего должен быть гибким сам человек. Ну понятно. Поэтому трис все-таки для мозгов, а не вместо мозгов. Скажите, пожалуйста, вот мы обмолвились в одном из выходов, что к вам идут учиться в том числе и взрослые люди. Есть ли, может быть, это я специально такой вопрос задаю, чтобы слушателям было понятно и зрителям. Есть ли какие-то профессии, с которыми легче учиться? Или же к вам может прийти абсолютно любой? Значит, ну, вы спонсорировали немножко ложную альтернативу. Потому что, а, есть, который легче, б, может прийти любой. Значит, конечно же... Одно другого не взаимосключают. Да, конечно же, если у человека есть естественно-научное образование, то ему проще. И скажу почему. Ведь естественно-научное образование, в отличие от гуманитарного, в советские времена было гораздо менее идеологизировано. И поэтому там, ну, оно было более, ну, как сказать, диалектично, что ли, более глубоко. Если вы посмотрите, кто у нас главные финансисты в стране, то это все люди с естественно-научным образованием в прошлом, да? Вот. А образование гуманитарное было страшно. Вот когда у меня одна дочь сказала, хочу быть математиком, и сказала, отлично, есть МГУ, есть МФИ, пожалуйста, иди учись, все хорошо. Другая, когда сказала, хочу быть социологом, я сказала, стоп, тебе только в Европу учиться. Потому что, ну, не было на тот момент, по крайней мере, не знаю, как сейчас, не было у нас школ психологических, социологических. Мы очень сильно отстали от мира в этом плане. Да. Трис, педагогика связана с психологией? Да, косвенно связана, потому что у нас есть курс развития творческого мышления, и, конечно, мы учитываем определенные психологические, да, особенности людей. То, что вы говорите сейчас, многие же психологи тоже делают подобные тренинги, вот когда учат людей по-разному смотреть на жизнь, вот если мы говорим о жизненных задачах, они не научатся. Этим занимаются и психологи, и философы со своего конца, скажем так, а мы немножко с другого, я бы даже сказал, с противоположного конца к этому подходим, да. Ну, мы, конечно, смотрим, что делают другие люди, да. Что делать человеку, допустим, который является директором какого-то образовательного учреждения, это не обязательно школа, чтобы пришел такой специалист? Надо отправить кого-то к вам учиться, или же можно найти такого человека? Можно найти, но искать придется очень долго, потому что на страну пока считаны специалисты. Тем более к нам учатся на дистантных курсах, учатся, это у нас, правда, только для дошкольников дистантные курсы, остальные невозможно, там тренингов очень много нужно делать. Значит, и люди из Канады, из Европы, ну, из самых-самых разных стран, понимаете? Ясно. Давайте прервемся на рекламу небольшую и вернемся к вам. Оставайтесь с нами. Я напомню, у нас сегодня тема «Триспедагогика». Рубрика «Наука и технологии» продолжается, но, к сожалению, подходит к концу. Так получается, что время наше ограничено всего лишь часом эфирным. Анатолий Александрович Гин, вице-президент Международной ассоциации «Трис», у нас в гостях очень интересный разговор. Мы уже поговорили о методиках образования, как это осуществить и так далее. Теперь хотели бы задать вам вопрос о вообще практических вещах. «Куда идти учиться?» Вот тем слушателям и зрителям, которые нас смотрели. Которые заинтересовались, особенно специалисты. Куда пойти? Я понял. Первое, значит, родителям, куда идти учиться, да? Значит, есть такой портал «Creatime.me». «Creatime» — это креативное время, да? «Creatime.me». На этом портале есть бесплатные видеокурсы. Значит, дорогие причем, но они бесплатные для вас. Для нас они дорогие. Стоимость каждого — это десятки тысяч долларов. С универсариум мы сняли. Один. «Воспитание креативности детей в семье». Обязательно для всех просто. Вот просто для всех. Мы получаем отзывы, вы изменили наш менталитет, вы показали нам совершенно по-другому и так далее, родители. Второй. «Точилка для ума». Это введение в деятельность по решению задачи. Какое замечательное название. «Точилка для ума». Само название, мне кажется, должно вас повлиять. «Точилка для ума». Классно. Их просмотрели. Я не знаю, сколько людей. Я, честно говоря, не слежу. Но точно при первом просмотре просмотрели 20 тысяч людей. А сейчас уже где-то сотни тысяч людей под сотню просмотрели. Два этих курса. Есть и другие, бесплатные, еще раз говорю. Есть там и платные, но это уже отдельное послание. Это как разводные уже такие ресурсы. Да, если зайдете на creatime.me, разберетесь. Кроме того, мы проводим обучение. Там же на портале есть для 30 педагогов курс. Можно сориентироваться, написать там и сертификацию педагогов. Те, кто хочет научиться вот этим методам и сертифицироваться, могут прийти к creatime.me. Можно поправлю педагоги любых специальностей? Не обязательно быть педагогом. Тот, кто ладит с детьми, хочет с ними работать и развивать их интеллект, может туда прийти, может к нам прийти. Мы не требуем педагогического образования совсем. Мы требуем умения ладить с детьми, это будет видно. Второе, значит. Книги. Издательство «Витопресс». «Витопресс». Проект «Школа креативного мышления». Вот под этим названием вышло в России не только издательство «Витопресс», издает наши книги еще в издательство «Галактика», но больше всего книг вышло в издательстве «Витопресс». Зашли на сайт издательства, посмотрели книги. Там для взрослых книги, там для детей книги, там для маленьких детей вот с такими задачками, как я вам расскажу. Жуткими. Жуткими. С древнегреческими. С древнегреческими. По одному вообще. Да, да. Ответу предложили. Инструкция для родителей, как это делать и прочее. Кроме того, два-три раза в год мы проводим открытие мероприятия, тренинги, на которых можно поучиться. Вот три с педагогики и для родителей. Ближайшее мероприятие начинается вот уже в начале ноября, с 1 ноября, даже с 31-го. Вот, поэтому на сайте kreatime.me, кто в фейсбуке, Анатолий Гин, моя страница в фейсбуке или страница kreatime в фейсбуке, там можно найти объявления. Ну, я думаю, да, они разберутся. Да, зайти и, значит, зарегистрироваться на семинары. Главное, вот, что мне понравилось еще, для чего это все нужно, когда вы сказали, чтобы при решении какой-то жизненной ситуации, трудной, не только жизненной, возникает паника у одних людей, а у других драйв. То есть вот этот вот испуг, он может трансформироваться в другое чувство. Вот это важно, да? Для чего это все тренировать? Да, да, да. То есть чтобы люди понимали, зачем им... Самое главное, что я говорю вот людям, ну, умным, которые меня слушают, задача даже, вот вторичная задача научить решать задачи. Первичная, научиться их видеть вокруг себя. Мир в задаче их видеть. Вот это первичное. Спасибо вам большое. Спасибо. Анатолий Александрович Гин был с нами. Приходите к нам еще. Спасибо. Очень интересно было. Я думаю, мне понравилось. Встретимся. Спасибо огромное, друзья. Мама с Никитой скоро вернемся к вам. О, да. Остаемся здесь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.